Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня я хочу рассказать о 10 фактов о моём теле. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, конечно же, я не могла подхватить эту новую тенденцию, а точнее, я вообще не хотела, честно говоря, с начала снимать это видео. Но по запросам моих многочисленных зрительниц я всё-таки решила, потому что это было не один-два запроса, это было 20-30 запросов, сними 10 фактов о своём теле. Конечно же, фактов о моём теле намного больше, чем 10, но я решила, чтобы не затянуть видео, я расскажу о 10 тех, которые вы не знаете. Может быть, конечно, какие-то вы знаете, но в основном те, которые вы не знаете. Итак, начнём. Первое. Первый факт о моём теле — это то, что у меня на теле очень-очень много родинок. И знаете, самое интересное, я так вот заметила, что как-то пытаются от них избавиться, их стесняются, там кто-то не ходит в солярий, ещё что-то. Для меня это никогда не было проблемой, для меня мои родинки — это всегда было красотой и украшением моего тела. У меня их много на животе, на руках, я не знаю, будет видно вам здесь или нет, их очень много, на ногах. Больше всего я люблю на руках и на животе. Мне кажется, они очень красивые. Они мне напоминают звёзды на небе. Понимаете, почему мой канал называется «Селена-вселенная»? Моё тело как вселенная, а в нём, естественно, должны быть звёзды. И даже в районе живота у меня есть созвездие Большой Медведицы. Если приглядеться, на самом деле, можно ещё другие найти созвездия, но это то, что бросается в глаза. Также у меня есть родинка, которая сердечком. Я не буду говорить, на каком она месте, я просто вам её покажу. Также у меня две одинаковые родинки на ногах. И это тоже смотрится очень симпатично. Я свои родинки люблю, и ещё раз повторюсь, для меня это украшение. Кто бы что ни говорил. Видимо, воспитание. У мамы тоже у моей есть родинки, и мне они всегда нравились. Второй факт. У меня узкий таз. Возможно, из-за этого я выгляжу худее. Мне так кажется. Ещё у меня есть маленький ребёнок, и в женской консультации мне тоже ставили узкий таз. Но природа всё продумала за меня, и, в общем, всё сделала. И узкий таз не был проблемой. Ребёнок у меня родился прекрасный, замечательный, здоровый, и моё тело не пострадало. Третий факт. Всю жизнь сочетание моего роста и телосложения всегда придавали мне больше роста. Даже в модельных агентствах я всегда говорила, что у меня чуть больше рост, и никто даже не проверял. Потому что всегда мне говорили, что я выгляжу там метр семьдесят три, метр семьдесят пять даже бывало давали. Хотя у меня было метр семьдесят всегда. И мне кажется, что вот моё телосложение какое-то такое и мой рост, вес у меня был всегда там пятьдесят пять, где-то вот так примерно плюс-минус, они давали визуально мне выше рост. Поэтому у меня была возможность в модельных агентствах без проверки найти себе работу. Четвёртый факт. Когда я поправляюсь и много кушаю, первым делом у меня поправляется живот. Я знаю, что у каждого человека свои какие-то приколы, проблемы. У кого-то растёт копа, у кого-то ляжки, у кого-то руки, у кого-то лицо, что очень часто можно встретить. А у нас, у меня и у моей мамы растёт первым делом живот. Поэтому по животу я определяю, поправилась я или нет. Соответственно, в первую очередь я его качаю. И хорошо, что я очень люблю качать пресс. Потому что, если бы я его не любила качать, это было бы для меня самой большой проблемой. Но пока я с ней справляюсь. Пятый факт. У меня с рождения белая кожа. У меня не просто белая кожа, она очень белая, плохо загораемая. И даже видно голубые вены. С детства я на самом деле немного даже этому комплексовала, потому что меня в школе обзывали там белая смерть или ещё что-то. И всю жизнь с детства мне внушали, что это аристократическая кожа, что это очень красиво и так далее. Из-за этого я никогда не носила чёрный цвет волос, потому что я была бы похожа на, знаете, семейка Адамс, по-моему. Там была такая белая кожа и с чёрными волосами мама детей. Я думала, что я буду на неё похожа и никогда даже не примеряла себе чёрные волосы. Потом, конечно, я уже загорала, я нашла выход от этого, я и загорала много, и пользовалась всякими бронзаторами. Поэтому мне, ну, в принципе, я не бываю такая прям смуглая-смуглая, но кожу довести до желаемого результата я хочу. Сейчас, конечно, я отношусь к этому проще, потому что когда я была беременна, и я совершенно не загорала, и потом, когда я кормила тоже ребёнка, я совершенно не загорала, я была белая, и я снимала свои видео, и всегда смотрела на свои видео, и я себе нравилась. Даже я что-то видела в этом благородное и белое, вот прям белое. Всё совершенно по-другому смотрелось на лице. Какой-то ассоциации какие-то были с чистотой. Поэтому, девчонки, не комплексуйте вашей белой кожей. Понятно, что это не очень красиво, когда белые ноги, ты идёшь по улице, да, летом. Надо загорать чуть-чуть хотя бы, да, но тем не менее это очень красиво. Особенно если бы какая-нибудь рыженькая или русые волосы. Мне нравится это сочетание безумно. Но я всё равно загораю, потому что я очень люблю смуглый цвет кожи. Даже одно время я хотела пить таблетки и колоть уколы специально, чтобы была загоревшая. Но таблетки, они не были сертифицированы, не было ещё отобрения, когда пьёшь таблетку и загораешь. А уколы, ну вообще я боюсь уколы, и в принципе оно всё внутри. Я начала читать отзывы, оно всё внутри окрашивает, оно очень влияет на внутренний организм, да. И я решила, что не буду я прибегать к крайним мерам. Шестой факт. Шестой факт. У меня есть веснушки. Да, это не конопушки, это веснушки. Может быть, я неправильно различаю, может быть, есть разница, но я считаю, что конопушки — это когда всегда. А веснушки — это когда весной и летом. Это когда много солнца. Да, когда я хожу в солярий, если много солярия, если много потоков лучей на меня будет, то моё лицо полностью, это не вот здесь вот, вот так вот, да, а полностью моё лицо становится в веснушках и плечи. Я, честно говоря, это просто обожаю. Кто-то пытается избавиться, кто-то пытается осветлить, убрать всё это. Девчонки, это так красиво. Если я найду фотографию, я обязательно вам вставлю фотографию сюда, где я даже специально делала какие-то фильтры и усиления, чтобы на фоне моих белых волос было видно, как много у меня этих веснушек. И мне кажется, это такая милота. Но когда приходит зима, всё исчезает, и моя кожа лица становится абсолютно белой, и не найдёшь ни одной веснушки. Седьмой факт. Это пальцы. Это мои руки. Всегда мне с детства говорили, ты что, пианистка, ты что играешь, тебе бы играть. У меня очень длинные пальцы. Ну, не очень длинные, но длинные. Маленькие, длинненькие пальчики. Всегда боялись их трогать. Они очень гибкие. У меня вот резинчик вот так вот сгинается. Ну, вот так вот многие могут, конечно. У меня вот так вот пальчики все сгибаются. Вот они. Да? И, в принципе, ну, достаточно гибкая. То есть, я бы не сказала, что очень. Есть и погибшие, я видела, да, люди. Но вот что касается рук, они у меня такие. И всегда думали, что я играю на фортепиано. Но я никогда на нём не играла. Но всегда хотела, потому что у нас возле дома была школа по фортепиано. Я всегда ходила мимо, всегда хотела. Но, к сожалению, жили мы в те времена, когда денег всё время не хватало. Всем мама у нас работала на нескольких работах. И нам бы прокормиться, да, не голыми ходить. Поэтому какое фортепиано? Это для зажиточных людей было. Восьмой факт. Восьмой факт. Это моя походка. У меня необычная походка. И всегда с детства, даже не с детства, ну, с юношества, да, мне всегда говорили, чего ты виляешь попой? Чего ты виляешь попой? Никогда сознательно я не виляла попой. Ну, в плане, если я не прикалываюсь только, да. Но у меня такая походка. Может быть, немножечко у меня лёгкая косолапия есть. В общем, у нас походка с мамой одинаковая. Получается так, как будто виляешь попой, и конкретно ты её виляешь, прям специально. Но нет, этого никогда не было. И вот такая вот особенность моего тела, моих ног, моей походки. Что даже, я помню, один из моих бывших молодых людей очень сильно ревновал, думая, что я всё это делаю специально, привлекая к себе внимание. И я даже училась, пыталась ходить как-то, но это было очень смешно и нелепо, чтобы он не думал, что я призываю на свою пятую точку приключений. Девятый факт. Девятый факт — это мои татуировки. Да, теперь это стало фактом моего тела. Раньше не было татуировок. У меня две татуировки. Здесь написано «Don't stop». Здесь написано «Имя моего сына». Эту татуировку я сделала совсем недавно, она ещё до конца даже не зажила. Эту я сделала 2-3 года назад, я не помню. Здесь татуировка, связанная с моим духовным ростом. Здесь связанная с моим сыном. Всё понятно, да? Я очень люблю делать татуировки на руках. Ещё было бы интересно, может быть, мне сделать татуировки где-то на теле, в районе живота. Ну, единственное, живот, он поправляется, поэтому некрасиво. Это нужно всё время держать себя в форме. Может быть, как мотивацию сделать для себя только там татуировку. Ну, не знаю, не уверена. На ногах, я тоже люблю иногда татуировки на ногах, но ноги — это такое место, оно ассоциируется с землёй, как бы, да, немножечко такое что-то символичное нужно там делать, да. То есть то, что действительно должно быть на ногах. Потому что имя сына, например, на ногах я бы не хотела писать, да. Какие-то вещи, связанные с духовностью, я бы тоже на ноги не хотела бы переносить, потому что всё-таки немножечко это... Ну, знаете, как вот, например, книжки бросать нельзя под ноги, наступать на книжки нельзя. Ну, почему? Потому что это ассоциация с какой-то некой грязью, да. Вот, поэтому как бы... А когда ты, наоборот, что-то ценишь, да, и уважаешь, ты это ближе к сердцу куда-то, да, вот руки, сердце. И поэтому я люблю татуировки на руках, где-то у сердцах, а на ногах я даже не знаю, что такое тематическое можно было бы сделать. Но мой молодой человек против татуировок, я еле выключила эту татуировку, поэтому не знаю, когда и я сделаю другую. Только, наверное, если у меня родится ещё один ребёнок, и, конечно же, здесь место для него. Десятый факт. И последний десятый факт о моём теле, это то, что в 16 или в 15 лет я сделала сама себе пирсинг. Так, я колола его иголкой 3 часа, цыганской иглой. Да, это было очень больно. Представляете, я колола такую нормальную, взяла ещё кожу, я колола 3 часа. Это я так сильно хотела пирсинг, это было так модно тогда. Но в 18 лет уже через 3 года всё нормально зажило, там всё сделалось, но через 3 года я его сняла. Потому что я была такая худенькая, блондинка, красивенькая такая вся. Было очень много внимания, тем более у нас в Ростове. Я меньше хотела привлекать внимания, и именно с этой целью я сняла пирсинг. Потому что он как-то был, что ли, ассоциировался ещё с какой-то некой сексуальностью, привлечением внимания. Мне его было достаточно уже в 18-19 лет, поэтому я его сняла, и у меня остался шрамик. В принципе, не знаю, делать или не делать, пирсинг снова просто цепляется, это серёжка за всё что-нибудь, да. И вообще никак не приятные ощущения, поэтому как-то я не думаю пирсинг. А ещё, что касается проколов, у меня 2 раза проколаны уши. Первый раз, когда я была молодая, тоже, может быть, лет 16 или 18, я попросила соседку проколоть уши. Но я была маленькая, они там выпивали, и, в общем, она мне проколола уши тоже иглой. Она была медик, почему я к ней обратилась. Но она криво мне проколола одно ухо. Она проколола очень близко вот сюда, а второе она проколола вот как-то даже неровно, а вот куда-то внутрь, когда я одевала сердечко кольцом, оно вот так вот у меня было. Не вот так, а вот так. И, в общем, это было ужасно. И там какой-то целый такой... В общем, она его очень сложно проколола, что потом я просто пошла в салон через какое-то время и проколола себя нормально. А эти зажили, а может быть, и даже и нет. Вот такие 10 фактов о моём теле. Надеюсь, моё видео вам понравилось, оно было интересным, и вы узнали обо мне что-то новое. Ну, а я с вами прощаюсь до следующего видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok